Добрый день, уважаемые коллеги! Мы сегодня поговорим о дистанционном образовании в Харьковской медицинской академии после дипломного образования. Дистанционное образование и медицина – это те вещи, которые в нашей стране достаточно долгое время были несовместимы, потому как существует такое мнение, что медицина – это та наука, где врачи должны учиться руками в практических навыках. Поэтому очень длительный период времени дистанционное образование было недоступным, и все врачи категорически выступали против этих инновационных методик. На сегодняшний день ситуация немножечко поменялась. Мы живем в мире, который усовершенствуется, мы живем в мире, где появляются новые технологии, и дистанционное образование – это одна из этих технологий. В западном мире давным-давно уже используют дистанционное образование, используют инновационные технологии для того, чтобы проводить обучение не только в технических и других вузах, но и в том числе и медицинских. Разные медицинские ассоциации используют дистанционные технологии для того, чтобы проводить текущий контроль знаний у своих специалистов, для того, чтобы повышать ихний уровень, и очень удачно используют как мобильные аппликации, так и другие технологии. На сегодняшний день могу сказать, что в нашей стране ситуация изменилась. Почему? Потому что есть законодательная база, где приписывается использование дистанционного образования в обучающих целях в разных вузах, в том числе и медицинского профиля. Поэтому в нашей академии был в 2013 году создан отдел дистанционного образования, который занимается внедрением инновационных технологий, дистанционных технологий для того, чтобы максимально использовать их в медицине. Я не могу сказать, что все очень гладко идет и хорошо используется, но во всяком случае наша медицинская общественность, она потихонечку к этому привыкает. В первую очередь откликнулись в нашей академии те кафедры, которые, возможно, более теоретические, которые связаны с теоретическим материалом. Они начали прислушиваться, начали задавать вопросы, начали использовать эти технологии. Когда у нас стал вопрос, что использовать, как использовать, в первую очередь мы обратились за опытом к другим техническим вузам, которые имеют больший опыт на сегодняшний день. И один из вариантов, который нами разрабатывался и разрабатывается до сегодняшнего времени, это дистанционные циклы. То есть циклы, когда часть времени слушатели могут проводить вне аудитории, а дистанционно обучаться какому-то определенному материалу. Мы остановились на всем известной системе Moodle, которая позволяет создавать эти дистанционные циклы, которая позволяет проводить обучение слушателей. И что важно для нас, для вуза после дипломного образования, это проводить какой-то тестовый контроль, то есть контролировать материал, который усваивают наши слушатели. Когда мы начали проводить дистанционное обучение, у нас стоял вопрос, как это делать более полезно для слушателей, потому что после дипломного образования это не студенты, это не слушатели, которые у них опыта, это уже врачи, у которых есть развито клиническое мышление, и они должны его дальше развивать и получать какой-то новый материал. Поэтому наши циклы, они были созданы с учетом этого. Мы используем разные подходы, то есть для разных дисциплин мы используем разные соотношения практических занятий, лекционных занятий, семинарских занятий. И также прислушиваемся к специалистам, которые нам советуют, например, вот это лучше сделать так. Данная кафедра, она может, например, выдать такой материал или какой-то практический навык, который можно усвоить при дистанционном обучении. Поэтому, используя эти циклы, мы прислушиваемся к мнению специалистов, к мнению кафедр. Также, естественно, что практические навыки, которые на сегодняшний день очень важны, они отрабатываются при личном контакте с преподавателем, при контакте с пациентами, с другими слушателями. А более теоретичные материалы или какие-то задачи, которые можно решать в виде ситуационных задач, они выносятся на дистанционное обучение. Также один из методов, который мы используем, на сегодняшний день подписан договор нашего Министерства здравоохранения с британским медицинским журналом. Это очень известный бренд в мире, это очень хороший журнал, который также дает дистанционное обучение для своих подписчиков. В рамках этого подписания мы являемся консультантами, мы являемся теми представителями, которые организовывают запись слушателей на эти циклы. И в основном, о чем мы можем говорить, что мы используем опыт, мы используем их опыт в изучении разных клинических кейсов. На основании этого мы также используем другой вариант обучения, который позволяет дистанционное обучение, это создание так званых виртуальных пациентов. Мы разработали систему, когда мы используем в виде пациента актер, которые могут слушателям имитировать какие-то определенные ситуации. Также в этом направлении мы двигаемся при использовании сервера виртуальных пациентов OpenLabyrinth, который развернут и функционирует на базе нашей академии. Мы вносим туда какие-то кейсы, клинические случаи, которые разрабатываются кафедрами. И эту методику также можно использовать при дистанционном обучении, когда наши слушатели находятся вне академии, но они имеют доступ к этому серверу и могут проходить какие-то определенные случаи. Также в плане виртуальных пациентов мы на сегодняшний день работаем с 3D-визуализационным столом фирмы Сектра, который дает возможность также обрабатывать этих пациентов, смотреть их в режиме 3D-визуализации, делать какие-то определенные секции и другие вещи. Эта технология виртуальных пациентов на сегодняшний день разрабатывается в нашей академии, она находится в приоритете развития нашей академии, для того, чтобы иметь возможность обучаться не на живых пациентах, не на наших слушателях, а на виртуальных пациентах, где заложены определенные моменты, когда доктор может, развивая свое клиническое мышление, работать с пациентом. Технология достаточно сложная, потому что перед нами стоит вопрос, мы в последипломном образовании должны работать не с интернами, не со студентами, а именно с врачами. Поэтому один из достаточно сложных моментов, который перед нами стоял, вопрос дифференциальной диагностики. Значит, этот вопрос решается нами на сегодняшний момент методом разных сценариев, разветвленных кейсов, которые мы используем для виртуальных пациентов. Что это значит? Доктор, который работает с виртуальным пациентом, он может пойти несколькими путями. Он может его полностью вылечить, он может его залечить до того момента, что пациент просто-напросто умрет. Машина напишет, что пациент умер. Это помогает нам проводить дифференциальную диагностику, это помогает нам отвечать на те вызовы, которые есть сегодня у врачей, и помогает более эффективно использовать опыт, который является нашим базисом и который есть у преподавателей нашей академии. Мы считаем, что это очень важно после дипломного образования, также мы изучаем опыт, как я уже говорил, британского медицинского журнала, и мы будем пробовать этот опыт адаптировать для нашей страны, для нашей академии, для того, чтобы наши слушатели могли постоянно повышать свой профессиональный уровень и развиваться как врачи, не причиняя при этом никакого вреда для своих пациентов. Я думаю, что дальнейшее развитие методов дистанционного образования, оно сейчас в тренде в нашей стране, в мире. И дистанционное образование это то, что позволяет сэкономить время как слушателям, так и преподавателям. И удобные вещи, о которых мы говорим, это то, что как преподаватель, так и слушатель, они могут выбирать удобное время для обучения, иногда даже без отрыва от своей основной работы. Это очень важные моменты, которые на сегодняшний день полностью реализованы в дистанционном образовании, поэтому мы будем его в дальнейшем развивать, это есть в перспективах развития нашей академии. И мы будем это делать, мы будем развивать, мы будем как-то в этом усовершенствоваться. И, естественно, что будем делиться с вами нашими какими-то новшествами и нововведениями на стенах нашей академии. Спасибо.